МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире на Уральской обещательной компании информационно-аналитическая программа объектив-итоги в студии Анны Акрамова. О последних событиях в материалах журналистов НВК. И вот о чем расскажем сегодня. Акция «Ночь музеев» прошла по всей стране. В Новуральске горожане впервые побывали в фондах хранилища музея, а также вспомнили историю города. Лепили чебуреки и пельмени, закатывали банки, делали треуголку. А в Театре музыки, драмы и комедии оказались за кулисами и стали участниками квеста «Игра престолов». Спасибо за победу! Новоуральск посетили участники автопробега, посвященного 9 мая. Гостями города стали воспитанники патриотических объединений закрытого административно-территориального образования «Свободный». Новоуральские мастера закончили работу над иконой «Спас в силах», которая в пятницу отправится в Верхотурье. Увидеть ее можно будет на центральном иконостасе в поселке Усть-Салда. Завтра последний звонок. Его услышат 777 выпускников девятых классов и 492 одиннадцатиклассника. В преддверии новоуральские выпускники стали участниками ежегодного императорского бала. Из выпуска также узнаете. Сегодня в лагере «Самоцветы» открылись сборы школьников. В Новоуральске выбрали лучшую семью года. Сотрудники ОУХК сразились в мозгобойне. Горожане продолжают записывать флешмобы и посвящать их юбилеем Новоуральска и Уральского электрохимического комбината. Об этом и многом другом далее. Доброй традицией для наших соседей, жителей зато свободные, стал автопробег «Спасибо за победу», приуроченный к недавно прошедшему празднику Дню Победы. Свободчане уже в четвертый раз проводят такое мероприятие, в рамках которого воспитанники патриотических объединений и кадетских классов провели митинг у Вечного огня, а также познакомились со своими новоуральскими коллегами по цеху. Подробности о визите свободчан в Новоуральск расскажет Никита Евсеев. Небольшая справка. Зато «Свободный» находится в 35 километрах от Нижнего Тагила. Здесь дислоцируется 42-я ракетная дивизия. Статус городского поселка «Свободный» получил в 1965 году. На сегодняшний день здесь проживает 9221 житель. В минувшую субботу больше полусотни свободчан приехали с визитом в Новоуральск. У Вечного огня в Новоуральске делегацию из «Свободного» ждали воспитанники кадетских классов, 48-й школы волонтеры и самые главные гости этого мероприятия – ветераны Великой Отечественной войны, для которых отрадно, что подрастающее поколение помнит бессмертный подвиг солдат, труженьков тыла, узников, концлагерей, блокадников Ленинграда, детей войны, всех тех, кого коснулись ужасы тех трагических лет. Мы знаем не понаслышке, что такое война. И нас радует, что в стране развивается и растет военно-патриотическое воспитание. У мемориала «Вечный огонь» новоуральские кадеты и свободчанская патриотическая молодежь вместе провели линии к упамяти, вместе пели гимн, вместе замерли во время минуты молчания. Для новоуральских ветеранов участники автопробега привезли подарки, тем самым еще раз отблагодарив поколение, пережившее и победившее фашистских захватчиков. Смотря кадры кинохроники, сделанные 9 мая 1945 года, очень часто мы видим пары, кружащиеся под звуки вальса. Вальсировали и в Новоуральске в мае 2019-го. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Это памятная линейка, подарки, вальсы, добрые слова и, конечно же, теплые отношения вызвали у ветеранов главных гостей мероприятия слезы. Даже слов нет, я могу заплакать только. Я уже так заплакала. Очень хорошо, патриотично и чувствуется, что будущее за нами. В год празднования 70-й годовщины Победы в Зато Свободной появилась идея проводить автопробег по мемориальным комплексам, посвященным памяти Великой Отечественной войны. Этот проект прижился и получил название «Спасибо за Победу». Участие в этом событии почетно для молодежи свободного. У нас автопробег не финансируется. У нас финансируют дети, родители. Очередь стоит в сентябре месяце. Мы не можем взять всех. Но вот 35 детей мы смогли увезти за свой счет. Поэтому, конечно, они спрашивают. Начинается учебный год, уже все спрашивают, когда автопробег, куда мы поедем. И многие хотят расстраиваться, когда не попадают. Но все понимают, что поезд мы не можем запустить. Конечно, от детей есть большая отдача. Вполне может быть, что когда-нибудь и новоуральцы посетят «Свободный». Наши школьники еще не ездили, но я думаю, вот после этого контакта появится повод для того, чтобы такие взаимоотношения установить. После линейки «Увечного огня» гости новоуральска отправились в Центр патриотического воспитания, где познакомились с различными патриотическими объединениями нашего города, участники которых провели показательные выступления. Также гости Центра патриотического воспитания посмотрели экспонаты клуба «Искатель», попробовали свои силы на скалодроме, посмотрели образцы оружия. Зато «Свободный» – это военный городок. И нет ничего необычного, что практически каждая свободчанская семья связана с российской армией. А школьники, даже девчонки, хотят носить погоны. В будущем люди молодые, которые сейчас ходят в них, они будут поступать в какие-нибудь военные школы. И то есть для этого у каждого свой интерес. И то есть нам интересно такое занятие. Так как наш поселок военный, мой отец тоже военный. И он служит в наших войсках ракетных. И он старший прапорщик. И то есть я хочу пойти дальше по стопам его. Я хожу в военно-патриотический клуб «Патриот» уже два года. За эти два года я полностью обучился строевой подготовке, правильной сборке, разборке автомата, командам. К армии, то есть еще готовишься, наверное. К армии, готовлюсь. Я учусь в кадетском классе на базе нашей школы, которая носит имя героя России Воронина Сергея Николаевича. Я учусь уже второй год. Думаю, что меня это повлияет дальше, ибо я хочу поступать в МВД. Я сын военного, и я понимаю, что родину надо любить и защищать. Кроме нас ее никто не защитит. В зато свободный 2019 год по распоряжению главы округа является годом героев России. Каждый месяц в свободный приезжают уральцы, удостойные высшей государственной награды. Встречаются с молодежью, рассказывают о своей службе, тем самым на своем примере показывают, как нужно любить родину. Глава свободного Владимир Мельников рассказал, почему он принял такое решение и отметил, что хоть работе по патриотическому воспитанию в его городе уделяется большое внимание, свободчанам есть чему поучиться у новоральцев. Мы понимаем, что детям нужно прививать любовь к родине. И мы видим, как меняется ребенок, когда он вступает в один из этих патриотических клубов или кадетские классы, как они меняются в течение года, как они становятся ответственными друг за друга. И вот это, наверное, самое главное, что существует не только, наверное, в нашем городе, но и во всей России. Нам есть чему поучиться у вас. Вы больше, у вас прекрасный, шикарный потенциал, у вас прекрасный генофонд. Будем стремиться, будем стремиться дружить с Новоральским, хотя мы и так дружим. В нашем городе действительно развито военно-патриотическое движение. Различные клубы пользуются огромной популярностью, и двери в них открыты для детей разного возраста. Никите Куприянову 8 лет, и он уже воспитанник Крылатой гвардии. Желание пойти в этот клуб у него появилось, как только он узнал его название. Мама мне прочитала, и я сразу по словам не понравился он. А что мама прочитала? Ну, военно-патриотический клуб Крылатая гвардия. Кстати, Крылатая гвардия подготовила не одного солдата, доблестного защитника России. В прошлом ходил в клубе Никита Коптенко, прошедший срочную службу в президентском полку. Воспитание патриотическое заложило какую-то основу, фундамент в начале моей службы. Все. Двигаться было намного легче. Я не чувствовал себя каким-то отстающим солдатом. Я держался на уровне. Тельняшка под рубашкой. Десант в моем сердце навсегда. Визит в Новоуральск-Свободчан прошел на позитивной и продуктивной ноте. Ребята смогли пообщаться, узнать, чем живут кадеты в другом городе, а понимали они друг друга с полуслова, потому что говорили на одном языке – на языке любви к родине. Никита Евсеев, Дмитрий Дедюхин. Объектив. Итоги. Тысячи зрелищных и познавательных мероприятий прошли в России в рамках акции «Ночь музеев». Она состоялась 18 мая в Международный день музеев. Первым городом в России, который подхватил эту акцию в 2002 году, стал Красноярск. В Екатеринбурге массовые поздние походы по музеям и другим творческим площадкам состоялись уже в 13-й раз. Если начиналось все на Среднем Урале с пяти участников и пяти тысяч посетителей, то в этом году открылось уже более 120 площадок. Не только в классических музеях, но и в музеях предприятий и школ. Основные темы масштабной культурной акции в этом году – год театра и год Павла Бажова на Среднем Урале. Многие екатеринбургские площадки были посвящены жизни и творчеству известного уральского литератора. В целом Ночь музеев прошла в более чем 70 населенных пунктах Свердловской области. Новоуральск присоединился к акции восьмой раз. В этом году впервые все желающие могли попасть в фонда хранилища историко-краеведческого музея, который располагается на Уральской. Здесь хранится множество уникальных экспонатов. Вход сюда посторонним в обычные дни запрещен. И только Ночь музеев дала возможность побывать в святая святых. На сегодня наш фонд составляет без 35 предметов 20 тысяч единиц хранения. То есть для такого небольшого города, для нашего молодого города, это довольно-таки хорошая цифра. Немало интересного было и в здании историко-краеведческого музея на Первомайской. На сцене музей или пьеса в пяти актах. Такое название акции было в этом году. В Новоуральские ночь в музее посвятили году театра и, конечно же, 65-летию города и 70-летию ОХК. Мы открыли выставку сегодня «Прожектор истории 65-70», где находится 70 предметов и 65 предметов, связанных с историей города и ОХК. Также обновленный зал истории города. Чего только не было в музее в этот день. Различные экспозиции, мастер-классы. К примеру, можно было сконструировать 3D-модели памятников Новоуральска. Получить свой портрет. Принять участие в викторинах. Угадать, какие объекты изображены на фото в прошлом и что на их месте располагается сейчас. Побывать на виртуальной экскурсии. А особую восторгу гостей вызвали конкурсы по закрутке солени и лепке пельменей. Подержала в руках машинку закаточную. Когда-то были времена, когда крутили баночки. По 30 банок заготовок. И вспомнили в молодости. Одновременно акция проходила на еще одной площадке в Театре музыки, драмы и комедии. Причем как в самом здании, так и на улице. Любители танго побывали на настоящей мелонге. Импровизированной сценой 18 мая стал балкон театра. В этот день здесь звучала прекрасная музыка. Мы в четвертый раз присоединились к этой акции. Всегда стараемся находить новые формы, новые краски. Я думаю, что театру есть чему удивлять. Необычным в этом году был квест по закулисью театра. Особый колорит добавлял фантастический и мистический антураж. Как будто бы с экранов к зрителям сошли герои нашумевшего сериала «Игра престолов». Каждый, кто пришел в этот день в театр на Ночь музеев, присоединился к одному из кланов и вступил в схватку за Железный трон. О неожиданной развязке расскажем в тематической программе об акции Ночь музеев 21 мая. Отмечу, по данным отдела культуры и администрации, участие в мероприятиях театра приняли 500 человек. Из них 180 в квесте. А музеи посетили 749 новоуральцев. Более подробно о том, как прошла акция Ночь музеев в Новоуральском театре музыки, драмы и комедии и историко-краеведческом музее, расскажем завтра в 19.30 в программе «Культурный акцент». Не пропустите. Из Новоуральской верхотурьи отправится икона «Спас в силах», которую изготовили мастера детской художественной школы Новоуральска. Увидеть уникальную святыню приехал в школу и временно исполняющий полномочия главы Новоуральского городского округа Владимир Цветов. Он посетил иконописную мастерскую и торжественно открыл выставку детских работ «Пасхальная радуга». Подробности у Натальи Рау. Знакомство с художественной школой, временно исполняющей полномочия главы Новоуральского округа Владимир Цветов, начал задолго до мероприятия. Приехав пораньше, он пообщался с преподавателями школы, с учениками, посмотрел классы и открыл для себя уникальную иконописную мастерскую, которая расположена на втором этаже художественной школы. Это озритый, да? Это озритый. Я впервые в детской художественной школе. Это прекрасное здание. Стильным назвать его я не хочу, но он действительно прекрасный. Слава тем людям, которые спроектировали и построили это здание. Это действительно такое здание, наполненное энергетикой детей и взрослых, куда идут все со светлым сердцем. Здесь очень приятно находиться. Что здесь еще? Иконописная мастерская и его руководитель Владимир Витальевич. Это мировой уровень. Это испытатель различных материалов. Это большой художник. Очень приятно было общаться с таким человеком. Я думаю, что я еще к нему не раз приду. Владимир Цветов и Владимир Дубровин обсуждали технику производства натуральных красок для икон. Таких в магазине не купишь, говорил удивительный мастер и педагог Владимир Дубровин. Поэтому иконы получаются особенными. Основа этой святыни – дерево башкирская липа. На самой иконе по технологии выложен слой настоящего стопроцентного золота. А вместо магазинных красок использованы тертые порошок уральские камни. Икона удивительной красоты складывает с ощущением, что лики святых оживают прямо на глазах. Спас в силах станет центральным изображением иконостаса храма, расположенного под Верхотурьем, в поселке Усть-Цалда. Между Верхотурьем и Меркушиным находится поселок Усть-Цалда. И там работает очень светлый батюшка, отец Арсений. Он настоятель Меркушинского храма. Мы с дочкой вместе выполняем полностью иконостас. Это центральная икона большая. С этого года, это уже второй иконостас крупный, который мы с ним выполняем, мы решили ее разделить в работу как в древности. Она пишет все основное о элифе. То есть она у меня как бы дышит затылок, как я говорю, да? Она будучи очень хорошей иконописицей. Мне хочется, чтобы она прошла в школу. Это совместная работа. Икона «Спас в силах» – это большой труд мастеров. Владимир Дубровин вместе с дочерью Анной писали ее в течение трех месяцев, выдерживая определенную четкую технологию. Святыня «Спас в силах» отправится из Новоуральской Верхотурьи 24 мая. Сразу после иконописной мастерской временно исполняющий полномочия главы Владимир Цветов вместе с почетными гостями с удовольствием открыл выставку детских работ под названием «Пасхальная радуга». Начинающие художники рассказали гостям школы свое видение пасхального праздника, которое они выразили на холсте. Я хотела изобразить, как девочка примерно моего возраста крестится перед иконой и собирается перед службой съесть пасхальное яйцо. Я нарисовала, как священник крестит малыша и произносит молитву. Интересные работы. Видно, что дети получили хорошее образование. Это не только правильная графика, это душа в них в этих картинах ложна. Мне очень приятно здесь. Около полусотни картин представлена на выставке «Пасхальная радуга». Она посвящена светлому христианскому празднику Пасхи и Дню Жон Мироносец. На торжественное открытие из Верхнетагильского храма в Новоуральск приехал протеерей Сергей Седин. Он вместе с почетными гостями выразил огромное желание продолжать сотрудничество и приобщать подрастающее поколение к традициям русской православной церкви. Как подчеркнула на торжественном открытии выставки начальник отдела культуры Ирина Шиповалова, это совместный проект художественной школы и новоуральского прихода во имя святого преподобного Серафима Саровского. Проект осуществлен при поддержке администрации Новоуральского округа, отдела культуры и Уральского электрохимического комбината. Это совместная давняя дружба, результатом которой становятся такие удивительные шедевры, пусть и юных художников. Как отметили посетители выставки, детские работы излучают особенную энергетику, полную радости и любви. Наталья Рау, Павел Сизов, Объектив. Итоги. К другим темам. Пока одни дети продолжают учебу в школе, другие сегодня утром отправились на сборы. В 9 часов утра на вуральские старшеклассники от центра внешкольной работы уехали в загородный лагерь «Самоцветы». В сборах участвуют в основном ученики 10-х классов. Не только юноши, но и девушки. Впервые в этом году присоединились и семиклассники кадетского класса 48-й школы. Всего в «Самоцветах» тренируются около 250 человек. Сформировано 8 взводов – 6 мужских и 2 женских. Сегодня после того, как ребята приехали в лагерь и заселились в корпуса, для них прошла торжественная линейка. Участников сборов приветствовали начальник управления образования на вуральско-инналобово, военный комиссар на вуральско Алексей Верхотуров. Хочу пожелать, чтобы сборы состоялись без всяких чрезвычайных происшествий, чтобы каждый из вас остался жив и здоров. А это непростые слова. Погода так себе, зато здесь тепло в корпусах. У вас кроме учебных занятий будет возможность пообщаться. Поэтому пусть эти 4,5 дня пройдут замечательно, с самыми лучшими впечатлениями. А те, кто принес справку и не приехал сюда, пусть пожалеют о том, что эту неделю не провели с вами. Удачи всем! После школьники приступили к практическим занятиям. Тренировались в строевой подготовке, медицинских навыках, сборке-разборке автомата. Прошли обучение по радиационной, химической и биологической защите. Сборы школьников в лагере «Самоцветы» продлятся в течение рабочей недели и завершатся в пятницу 24 мая. Напомню, сборы ежегодно проходят в рамках учебной программы по ОБЖ. В 2019 году они состоялись уже в пятый раз. В мае традиционно горячая пора у выпускников. 18 числа в доме Севастьянова прошел традиционный императорский бал для лучших выпускников школ Свердловской области. В этом году в проект попали четверо новоуральцев, гимназисты Савелий Саракалетов и ученики лицея 56 Андрей Антропов и Алексей Безруков. Подробнее расскажет Ульяна Скрыгина. В темпе вальса закружились 95 медалистов Свердловской области. Восьмой раз в доме Севастьянова в Екатеринбурге прошел императорский бал. Выпускников поздравил губернатор Евгений Куйвышев и митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл. По традиции участникам императорского бала вручили золотые и серебряные медали. Это аналоги наград преуспевающим ученикам. В 1913 году точно такие же образцы получали отличники по указу Николая II. Чтобы попасть на бал, все участники написали сочинения на исторические темы. В дальнейшем они прошли подготовку в майские праздники. За пять дней школьники выучили 20 исторических танцев, побывали на различных экскурсиях, освоили бальный этикет и приняли участие в беседах о нравственности. И получили главный подарок – четырехчасовой бал и торжественное награждение. За свои успехи гимназист Савелий Сорокалетов получил золотую медаль – серебро у отличницы городской гимназии Елизаветы Бобковой и ученика лицея 56 Андрея Антропова. Среди участников проекта был и 11-классник 56-го лицея Алексей Безруков. Он тоже достойно представил наш город и показал на проекте качество перспективного ученика. Подробнее о проведении императорского бала расскажем в программе «Грани». Следите за анонсами. Ульяна Скрыгина, Объектив. Итоги. Уже завтра, 21 мая, во всех новоуральских школах прозвенят последние звонки. Это всегда большой праздник, причем не только для выпускников, но и для их учителей и родителей. По случаю этого события в школах Новоуральска всегда устраиваются торжественные мероприятия. В этом году последний звонок в стенах родной школы услышат 1269 выпускников. Из них 777 выпускников девятых классов и 492 одиннадцатиклассника. Так получилось, что в этом году последний звонок проходит достаточно рано, ведь скоро первые экзамены. Так девятиклассники будут сдавать иностранный язык уже 24 мая, а одиннадцатиклассники 27 мая сдадут литературу и географию. Что касается основных предметов, то выпускники девятых классов пишут русский язык 28 мая, а математику 6 июня. Одиннадцатиклассники сдают ЕГЭ по математике 29 мая, по русскому языку 3 июня. Напомню, что пункты проведения ЕГЭ в Новоуральске традиционно располагаются в 40-48 школах, гимназии номер 41, лицея номер 58. Для выпускников с особенностями здоровья созданы все условия в пункте на базе школы номер 54. После того, как выпускники 11 классов сдадут все экзамены, их объединит большой общегородской выпускной бал с проектом «Школа Росатома». Торжество пройдет традиционно у концертно-спортивного комплекса Новоуральска. Дата проведения – 28 июня. Это программа «Объектив. Итоги» и мы продолжаем. Смотрите далее. Прожиточный минимум в Свердловской области за первый квартал 2019 года вырос по сравнению с прошлым годом. В детский сад в коляске 50 новоуральских малышей с двух месяцев будут посещать открывшийся центр при дошкольном учреждении. Консультативно-методический центр работает с утра до вечера бесплатно, ежедневно в будничные дни. Киргишан и традиционный веломарафон под таким названием объединил более 300 участников со всей России. Состоялись старты вблизи Новоуральска. Гран-приз за любовь из ДК УХК подвели итоги традиционного конкурса «Молодая семья». Мозгобойня среди атомщиков. Более 100 сотрудников УХК сразились в интеллектуальном поединке. Прожиточный минимум в Свердловской области за первый квартал 2019 года составил 10 922 рубля. Это на 705 рублей больше, чем за четвертый квартал 2018 года. Прожиточный минимум был рассчитан исходя из стоимости потребительской корзины, в которую входит минимальный набор продуктов питания. В январе-марте их стоимость составила 5 144 рубля. Непродовольственных товаров – 2536 рублей и услуг – 2538 рублей. А также расходов по обязательным платежам и сборам – 704 рубля. Согласно данным Свердловскстата, для трудоспособного населения региона величина прожиточного минимума за первые три месяца текущего года составила 11 678 рублей. Для пенсионеров – 9064 рубля. Для детей – 11 254 рубля. Добавим, в Минтруде Российской Федерации разработали единый порядок определения величины прожиточного минимума для пенсионеров. По словам главы ведомства Максима Топилина, это позволит исключить необоснованное занижение пенсии в некоторых регионах. В Международный день семьи 15 мая в Новоуральске подвели итоги ежегодного конкурса «Молодая семья». В финал вышли 9 команд. В течение нескольких месяцев они участвовали в различных этапах. Показывали себя в спорте, творчестве, демонстрировали кулинарные навыки и рассказывали о своих семейных традициях. Об итогах конкурса расскажет Ульяна Скрыгина. С такого трогательного дуэта мамы и дочки начался финал самого душевного и теплого конкурса «Молодая семья». Он проводится в Новоуральске уже 14-й раз. Символично, что в этом году заявку на участие подали как раз 14 семей. Однако в финал вышли только 9. В течение нескольких месяцев семьи проявляли свои таланты. Мы стараемся каждый год внести какое-то новшество в конкурсные этапы, чтобы не было скучно тем, кто уже систематически, ежегодно принимает участие в этом конкурсе. В этом году есть три семьи, которые принимают участие уже не первый год. Одна из них – семья Новокшоновых. Глава семьи – Александр. Каждый день он все делает для того, чтобы его любимая супруга и очаровательные дочки Анастасии и Мирослава были по-настоящему счастливы. Это семья, где царит гармония и понимание, и родители всегда прислушиваются к желаниям любимых дочек. Дочь предложила, мы посчитали, что это хорошее предложение с ее стороны и решили поучаствовать во второй раз в этом конкурсе. Во второй раз? Ну да, то есть она поэтому и предложила. Она говорит, папа, мама, помните, мы участвовали в конкурсе, а давайте еще, мне так понравилось. Ну, как же такое начинание не поддержать? Мы не любим стоять на месте, и если нам судьба предлагает возможность куда-то двигаться, что-то попробовать новое, то мы этим обязательно пользуемся. Конкурс объединял молодые семьи несколько месяцев. Все участники прошли три этапа. В феврале члены жюри выбирали самую спортивную семью. К тому же многие дети занимаются спортом вместе с родителями. В марте проходил интеллектуальный этап. Его особенность в том, что игра подразумевала участие всей семьи. На некоторые вопросы могли ответить только родители, на некоторые только дети. А в апреле на заключительном этапе участники демонстрировали актерское мастерство. Больше всего, наверное, понравился третий этап, где были театральные номера. Было весело, детям понравилось, смеялись, веселились. Это больше заняло сил, времени, чтобы репетировать, придумывать. Да, больше это понравилось. Традиционно финал конкурса «Молодая семья» проходит 15 мая, в Международный день семьи. На праздник собираются все финалисты, снова поднимаются на одну сцену и вспоминают лучшие моменты конкурса. Особо благодарен, хотел бы выразить бабушкам и дедушкам, которые вырастали своих детей. И сейчас помогают в воспитании внуков и правдов. В этом году третье место заняла семья Карповых. На втором месте – Бобровый. Каждый год они приходят на конкурс в новом составе. Эмоции через край, слова сложно подобрать. Вот, Анастасия тоже пытается подобрать слова. Мы участвуем уже третий раз, Николай первый раз, Анастасия уже второй, а все было третий. То есть каждый год, получается, мы принимаем участие в новом составе, поэтому эмоции каждый год обновляются. Первое место у семьи Савинцевых. Самой спортивной и озорной семьи, где подрастают очаровательные Анжелика и Карина. Мы рады, что мы заняли призовое место. Ну, для меня это вообще было первый раз, что жена Анастасии у нас еще выступала где-то. Я вообще первый раз. То есть самый легкий у нас был этот спортивный конкурс, потому что мы спортивная семья. Гран-при конкурса «Молодая семья» получили Юркины. Их девиз «Вместе мы – сила». Это семья, которая всегда стремится покорять новые высоты. Спасибо всем за поддержку, спасибо огромное семьям. Всем желаем кучу позитива. Это банально, но тем не менее я хочу, чтобы этот конкурс был, внес вклад в семьи, чтобы семьи были крепче. Искренность, поддержка и любовь близких – вот в чем самое настоящее счастье. Вся наша жизнь – это шкатулка чудесных моментов, которые нам дарят самые дорогие люди. Главное – беречь и ценить то, что у нас есть. Ульяна Скрыгина, Павел Сизов. Объектив. Итоги. Внимание на малышей. В Новоуральске открылся консультативно-методический центр для детей с двух месяцев до семи лет. Причем посещать центр можно будет всей семьей. Центр рассчитан для детей дошкольного возраста. Какие услуги будут представлены в центре и как туда попасть – узнаете далее. Первая пенная вечеринка, точнее утренник, любимые сказочные герои и подарки – все это в честь торжественного открытия консультативно-методического центра. Кстати, в Новоуральске он пятый по счету. Открылся в привокзальном районе для всех желающих. Я с огромным удовольствием даю старт началу работы консультативно-методического центра открытия. И хочу вручить вот этот вот маленький символичный ключик. Ключик к любви, ключик к тому, что вас всех ждет впереди. Надеюсь, что он приведет нас всех не только к профессиональным открытиям, но и откроет, поможет педагогам нашим открыть дверцы к маленьким сердцам у детей, вот замечательных детей. Счастья, любви, здоровья, благополучия в этом городе, который очень много для детей делает. Я думаю, сегодня вы первые люди, которые можете оценить важность и значимость такого события. Сегодня мы все открыты в мире, вы общаетесь со своими родными, друзьями в других городах и понимаете, что такого практически нигде нет. Я искренне рада, что мои коллеги сегодня в Матул Гармония сделали это для вас, сделали это большое событие. И пусть ваши дети здесь будут счастливы. Два года назад, когда с периодичностью обновляются уставы, я прочитал в уставе МАДО о том, что с двух месяцев предоставляются образовательные услуги. Я говорю, как же так? Ну, это с трех лет, ну, с двух лет, а не с двух месяцев впереди. Вот два года прошло, и вот чудо, то, что написано, оно реально, оно работает. Потому что это нужно. Нужно ребятишкам, нужно родителям и нужно городам. В детский сад, в коляске. Именно так будут добираться посетители консультативно-методического центра, потому что он рассчитан на малышей с двух месяцев до семи лет. Этот центр по адресу Гастелло-4 находится в здании дошкольного учреждения. Рассчитан на 50 малышей, которые будут приходить на занятия вместе с родителями. Екатерина Лапшина очень рада открытию такого центра. Ее дочери Амалии год и четыре месяца. И уже, конечно же, хочется общения как малышке со сверстниками, так и Екатерине с другими мамами. В центр мы ходим на протяжении уже двух месяцев. Нам очень нравится. Есть развивающие занятия с детьми, общение с другими детками и мамами, конечно. Вот мы такие неусидчивые, нам уже надо бегать. Наверное, придется отпустить. Когда нам полгода назад пригласили на встречу, рассказали об этом центре. И мы ждали долго путевку, и вот с апреля начали ходить, и мы очень довольны. Вообще всем комната, и все очень здорово. Уже несколько раз приходили сюда, познакомились с ребятками, познакомились с игрушками, с новыми. Вот ходим сюда с удовольствием. Мы живем в соседнем доме, поэтому нам вообще красота. Три минутки, и мы здесь. Особенность таких центров не только в общении, но и в профессиональной работе с детьми, узких специалистов, логопеда, семейного психолога, музыкального работника, инструктора по физической культуре и воспитателя. Работаем мы с утра до вечера. До шести часов мы вас ждем, милости просим. Нужно заранее записываться? Обязательно, да. Вы приходите к нам, мы напишем заявление. Все такая же процедура, как устраиваемся в детский сад через путевочку. Семья – приоритет государства. Президент России Владимир Путин, выступая в феврале этого года с ежегодным посланием, Федеральному собранию предложил новый пакет мер по поддержке семей с детьми, при этом сделав акцент на семейные ценности. В рамках семейного воспитания работают и КМЦ-центры в Новоуральске. Посещать их малыши будут совершенно бесплатно. Наталья Раудмитрий Дедюхин. Объектив. Итоги. Утром на работу, а вечером на мозгобойню. В игре на эрудицию приняли участие 14 сборных. Среди них команды Уральского электрохимического комбината, НПО Центратех и городских общественных организаций. Кто стал победителем в интеллектуальном поединке, узнаете из следующего сюжета. Вечер пятницы. Самое время для интеллектуального и эмоционального отдыха. Мозгобойня для этого лучший вариант. Эта игра появилась в Новоуральске не так давно. Такие интеллектуальные поединки проводят каждую неделю. Проверить свою эрудицию может каждый желающий. У вопросов нет определенной тематики. Эта игра на смекалку. Знания могут пригодиться из любой области. Сотрудники Уральского электрохимического комбината хороши не только в своем деле, но и обладают широким кругозором. Игра в первую очередь объединяет таких разносторонних людей. Развиваться на одном активе, на тех, кто и так постоянно около Совета молодежи невозможно. Мы ставим свою задачу. Это привлечение ребят Уральского электрохимического комбината к нашим делам, к нашим общим мероприятиям. Прежде всего, Совет молодежи комбината рассчитывает подарить положительные эмоции и сделать немножечко позитивнее нашу порой непростую жизнь. Подарить людям, доставить людям удовольствие. В год 70-летия Уральского электрохимического комбината и 65-летия Новоуральска воплощается множество интересных идей. Мозгобойня объединила сотрудников УХК, научно-производственного объединения Центратех, городской администрации, компании «Гринатом» и территориальной организации профсоюза Новоуральска. У каждой команды креативное название. «Отомстители», «Зиверт-на-выверт», «Высокая энергия» и другие. Одним словом, полет фантазии не знает границ. Команда «Высокая энергия», так как у нас большинство работников цеха 101, связанных с энергетикой. Ну и еще есть люди из других цехов, чтобы было полегче играть, чтобы разносторонний ум был. В каждой команде от шести до десяти участников. Игра состоит из семи туров. Первый – разминочный, второй – теоретический. Предханникин посетил остров Кюросао и увидел там тысячи валяющихся бутылок из-под пива его компании. Увиденное так огорчило Альфреда, что он решил выпускать бутылки в виде этих прямоугольных изделий. Так он хотел не только снизить загрязнение, но и помочь бедным жителям, в виде чего выпустили бутылки. Одним из самых интересных туров для участников стал третий – музыкальный. Необходимо было угадать название песен исполнителей и распознать, из какого фильма саундтрек. Звучала как классическая музыка, так и современная. Мне больше всего понравились музыкальные вопросы. Они такие очень неожиданные, очень такие интересные. Можно что-то из старого вспомнить, что-то из современной исполнителей представлено. А теоретически на них надо немного побольше подумать, потренироваться. А так, в принципе, все вопросы были неплохие. Достаточно не сказать, чтобы они сложные. В принципе, наша команда уверенно справляется с половиной из них. Сложнее показались аудио-вопросы. Потому что все-таки одно дело, когда читаешь на экране, а другое, когда ты слушаешь. Все-таки работает разная зрительная память. Наша команда достаточно сплоченная. Мы участвуем первый раз, все участвуют первый раз. И несмотря на это, мы достаточно неплохо отвечаем. У нас каждый дополняет друг друга, очень разносторонние интересы. Кто-то разбирается в музыке, кто-то в медицине, кто-то еще в чем-то. После каждого тура дается 100 секунд на написание недостающих ответов. Каждый вопрос вызывал бурное обсуждение. Участников переполняли эмоции. У нас называется «Топ», «Топы». А девиз «Не потопаешь, не полопаешь». Или наоборот «Не полопаешь, не потопаешь». Это в самом деле мозгобойня. Я не участвовал ни разу вот в такой, именно в этом формате. Но я участвовал назад в 90-е. Там было хоть чуть-чуть попроще, потому что я из тех лет, поэтому что-то вспоминаю. А вот эти фильмы, вот эта музыка, я ее даже и не слышал никогда. Но при этом у нас серьезная хорошая команда, которая креативит, которая отвечает и которая не расстраивается, даже если неправильно ответили. При этом, ну, здорово. Вот это мероприятие мне очень нравится, потому что и мозги работают, и с другой стороны отдыхают. После части этапов промежуточный результат. С замиранием сердца участники смотрели, как меняются строки на таблице. Очень волнуемся. Первый, конечно, был тур очень легкий, а дальше стало намного сложнее. Сейчас вот ждем. О, у нас пятое место. Все супер. Четвертый тур теоретический, но с небольшим сюрпризом. Команды перемешались. Капитаны остались на местах, а участники в новом составе. Многие сработались сходу, ведь сохранить репутацию чужой команды – дело ответственное. Команда, которая пришел, там слаженно сработали. Мне близко оказался очень легким. На это и был рассчитан, наверное, чтобы неподготовленная команда могла на них отвечать. Вопросы все интересные. Удивляют ответами. Каждый удивляет ответами. Ну, понятно, что на те вопросы, которые ты знаешь, ответ – это как бы легко, все понятно. Совместное дело объединило не только коллег, но и целые семьи. Ведь родные готовы помочь в любом деле. Этот вечер отличался атмосферой позитива и всеобщего единства. Когда люди объединяются, просто в команду и приходят вместе, это такое блаженство, это такое удовольствие, которое получаешь от общения, которого сейчас не хватает. Поэтому, когда просто самостоятельно люди пришли, соединились, и при этом еще решают одновременно задачу общую, которую общее дело соединяет, ну, это кайф, который, как говорится, трудно получить. Много очень таких неоднозначных вопросов. Иногда кажется, что нужно думать, думать, думать. А ответ, он вот на поверхности. И все вопросы, наверное, запомнились. Я потом думаю, приду и еще раз подумаю. Вторая часть именно, последняя. Что запомнилось? Вот так вот сразу на лету не скажешь. Вообще классные вопросы, молодцы организаторы. Очень понравилось. На размышления минимум времени, ведь часто верный ответ приходит в голову сразу. Однако суета иногда сбивает. Максим Янгиров участвовал в мозговойне уже несколько раз. И в каждой игре он находит вопросы, которые запоминаются надолго. Запомнился вопрос про композитора, которого Адольф Гитлер назначил главным композитором Рейха. Написали Вагнер. Потом передумали и зачеркнули, написали другого. Оказался Вагнер. Перед последним туром особое оживление. Ведь от начала игры прошло уже два часа. А для ответов на последние вопросы необходима максимальная концентрация. К тому же правила финального этапа немного меняются. У вас будет возможность поставить галочку. Если вы ставите галочку и ответ правильный, вы получаете два балла за ответ. Но, но, если ответ был неверный, эти два балла у вас заберут. На последний тур дается всего лишь 100 секунд. На каждый вопрос по 15. Участникам некогда размышлять и сомневаться. Действовать нужно мгновенно. Последние решающие секунды последнего блиц-тура. Он может перевернуть всю игру с ног на голову. Результаты будут совершенно неожиданными. Все атомщики должны соображать быстро, оперативно. Время вышло. Все ответы даны. В минуту ожидания участники вспоминали ход игры. Вот это мероприятие, оно отличается чем? Оно отличается позитивным мышлением, дружеской компанией. И такое мероприятие очень приятно посещать. Замечательное времяпрепровождение. Нам тяжело удался раунд музыкальный. Мы, видимо, меньше музыки слушаем, наверное. Но, в целом, очень позитивно, очень интересно. Самый легкий для нас, наверное, был последний тур, седьмой. И, наверное, потому что мы знали ответ, а может, потому что организаторы задумали, что он будет самый простой. И, наконец, настал торжественный момент награждения победителей. Почетное третье место заняла команда с названием «Топы». В ее составе самые опытные участники-руководители. На втором месте команда «Шишки-телепаты» – постоянные игроки мозгобойни. А победителем стали участники команды с оригинальным названием «253 перца». Единственные в команде обязательно. В единой команде. Мы – единая команда. Да, на шаг впереди. Это союз 25-го дела и 53-го цеха. 53-го цеха. Вот я представитель 53-го цеха из этого количества людей. И мне безумно приятно, что я играю вот с этими умами. Это будущее наше. Мы постоянно играем в эту игру, поэтому, я думаю, что опыт дает свои результаты. Главное – дружная команда. И знать друг друга. Это знаешь… Сильные стороны каждого участника. Сильные стороны знаешь, как спланировать. Поэтому мы так и играем. Весело, задорно. Ну, обидно. Один балл всего проиграли, потому что всегда есть вопросы, которые мы знали правильный ответ, но почему-то его не выбрали. Поэтому жалко. Ну, в общем, конечно, радостно поиграть с коллегами. Знаете, кто победил? Победили все, кто сюда пришел. Поэтому, когда мы собрались, мы поняли, что здесь собрались не зря. Для победы общей, всей общей победы. Заряд позитива, хорошего настроения. Получилась, на мой взгляд, очень хорошая, добрая игра, которую хотелось бы продолжать и еще играть. И, возможно, все это будет. Заряд хорошего настроения на выходные и еще на одну неделю. А там опять мозгобойня. В конце игры большой торт для всех участников. Ведь победа за каждым, кто стал частью этого вечера. Мозгобойня подарила заряд энергии всем игрокам. Такие яркие эмоции надолго запомнятся участникам команд. К тому же теперь у них есть повод встречаться чаще. Ведь еще есть тысячи вопросов, на которые нужно найти ответы. Ульяна Скрыгина, Павел Сизов. Объектив. Итоги. 19 мая состоялась ежегодная майская прогулка. Уральцев не испугали ни снег, ни град, ни дождь. Они посадили 500 деревьев и собрали 20 пакетов мусора. В акции приняли участие 6435 человек. Из нововведения этого года – зарядка с фитнес-инструктором, фотографирование с хаски и экологическая акция. Напомню, майская прогулка прошла в 36-й раз. Впервые она состоялась в 1984 году по инициативе физико-технического факультета УПИ. Ежегодно проводится в 3 воскресенье мая. В этом году прогулку сделали экологическим мероприятием. Участникам предложили собрать мусор, принести опасные бытовые отходы в специальный пункт приема и посадить именные деревья. Кроме того, в этом году участников ожидало множество приятных развлечений, например, зарядка с фитнес-инструктором, фотографирование с хаски, обаятельные мимы, гигантский дартс, мастер-класс по йоге, а также возможность дать нормы ГТО, не сходя с дистанции. А в Новоуральске в эти выходные, несмотря на холодную погоду и накрапывающий то дождь, то снег, состоялась массовая велогонка Киргишаны. Это один из самых любимых велоспортсменами марафонов. Он состоялся 18 мая в субботу и собрал более 300 участников со всей страны, от Москвы до Новосибирска. Участники преодолевали разные дистанции в зависимости от уровня подготовки – 15, 30, 45, 60 километров. А самым юным участникам предстояло проехать на велосипеде 3 километра. Напомним, Новоуральск эти состязания принимает четвертый год подряд. До этого марафон проходил под Первоуральском. Подробнее о соревнованиях расскажем в программе «Объективно о спорте» 22 мая. В Новоуральске трудовые коллективы продолжают принимать участие в череде флешмобов в связи с 65-летием города и 70-летием Уральского электрохимического комбината. Сегодня вашему вниманию поздравление городу от коллектива «Территория содействия бизнесу». Новоуральск зовет ТСБ вперед! С юбилеем, милый город! Кажется, случился повод нам тебе сказать сейчас, что в душе у всех у нас. В твой солидный день рождения пожелаем вдохновения, праздничного настроения, всех желаний исполнения, зачастливых достижений, массовых деторождений, только ярких впечатлений, долгих лет без потрясений, интересных увлечений, незабвенных ощущений, больше спонсорских вложений, парков, спортсооружений, молодежи, возвращения. Всех соседей восхищения! Мы за тебя тушой болеем! Любимый город с юбилеем! Любимый город с юбилеем! На этом выпуск завершен. Завтра в 19.30 на канале ОТВ смотрите программу, посвященную акции «Ночь музеев в Новоуральске» в 20.00 выпуск новостей «Объектив». Продуктивной рабочей недели. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова